Слово господину Кургиняну. Покажите доказательство номер один. Доказательство номер один, пожалуйста. Две фотографии. Вам нравится? Я могу прокомментировать, но по-моему не нужно. Но я не охранитель и никогда им не буду. Я считаю, что любое охранительство бессмысленно. Что перемены нужны, что перемены назрели. Вопрос, какие перемены, в чьих интересах, куда они должны идти и как они ответят на главные проблемы страны. Ричард Флорида, автор креативного класса. Хотите про креативный класс? Пожалуйста. Автор этой теории креативного класса говорит, что креативный класс, ядро его составляют кто, говорит Ричард Флорида? Ученые, инженеры, педагоги, врачи. Правильно? А что говорит Борис Немцов, перечисляя тех, кто входит в митинговый псевдокреативный класс? Белые воротнички, я его цитирую, менеджеры, интернет-активисты, деятели культуры и искусства. Где те, о кого говорит Ричард Флорида? Им места нет. Потому что место есть только норковым, только довольным, только сытым. А эти группы, которые в Америке являются ядром, место им упорашиваем. Теперь дальше. О чем говорят? О себе. Только о себе любимых. О чем может порядочный человек говорить с наибольшим удовольствием? О себе. О чем говорит наш опьяненный креативный класс? Он уже договорился до того, что он класс-гегемон. Слышали? Гегемон. Либералы много лет проклинали коммунистов за то, что они вообще говорят о классах и о гегемоне. Теперь сказано, что это класс-гегемон. Белковский, ссылаясь на Флориду, цитирую, утверждают, именно геи являются важнейшей движущей силой, составной частью креативного класса. Поэтому я считаю, что правление геев не так плохо для современной России. Эхо Москвы. Анатолий Ермолин. Гениальный кадр. Гениальный. Выпускник института КГБ имени Юрия Владимировича Андропова из школы менеджмента Ельского университета. Предлагает классу-гегемону, цитирую, заняться созданием нового российского народа. Поняли? Видимо, по формуле Белковского. Но началось все раньше. 9 ноября, когда все еще не мутило голову Касьянов в Хельсинки, создает Хельсинки 2.0 и говорит, что новая программа состоит в том, чтобы сделать круглый стол, и Путин передал ему власть под давлением. Это 9 ноября. Дальше говорится о дорожной карте. В 2014 году о дорожной карте событий 2017 года Пелсуцкому рассказали. его друзья. Понятно? А Пелсуцкий рассказал Чернову, потом Чернов хватался за голову. Это революция. Вы знаете, как говорили? Революция, да. О, это настоящий бунт. Нет, Ваше Величество. Это революция. Боже упаси, здесь совершить смертельный прыжок. Что вы делаете с голодными, я вас спрашиваю. Спасибо, спасибо, спасибо. Спросите, господин Сванидзе. Спросите, господин Амитинского. Спасибо, господин Кургинян. Я бы голодно ходил в шкурхе, только не из норок, а из госпожи Собчака. Вот у вас уже есть решение, Александр Андреевич. Мы уже разбираем повестку дня. Пожалуйста, господин. Господа, я бы не превращал наше серьезное обсуждение очень серьезных проблем в некое подобие истерики. Не называл бы, сразу же не приступал бы к оскорблениям каких-то людей, в частности, покойных людей. Причем здесь покойный Виктор Степан Черномырдин, объясните мне. Да потому что на нем кровь 93-го года. Чего некрофилей-то заниматься, Александр Андреевич? Оставьте покойных. Послушайте, вы некрофилы. Больного труда. Давайте мы поговорим и живы. То есть, чего сразу причесать, сразу трогать барышню, которая сидит здесь. Сразу. Увидели жертву. А можно я всегда тогда ответил? Можно оголотно. Сейчас, секундочку. Господа, норковы и прочие. Можно оголотно. Секундочку, Ксения Анатольевич. Мы с вами еще поговорим, у вас будет возможность ответить. И я думаю, что и поводы наверняка будут ответить, судя по, так сказать, настроению оппонирующей стороны. Кстати, вот господин Курбинян врет на каждом шагу. Я не знаю, что там с Пилсудским было. Вот вы перешли на оскорбление. Нет, я перешел на вашу ложь. А я на вашу сейчас. Нет, а я вам сейчас приведу факт, что вы в жоте, когда вы говорите, что Касьянов в Хельсинки требовал от Путина передать ему власть. Ложь. Я там был. Господин Мединский говорит, места на трибуне продавались. Ксения, вы покупали место на трибуне? Нет, я не покупала. Это просто наглая ложь. 30 человек, которые выступили на митинге на Сахарова, были проголосованы интернетом. Десятками тысяч голосов. Господин Ручков, вы ответите через суд. Потому что я сейчас вам процитирую, Касьянова. Вы лжете про Касьянова. Вы лжете, господин Ручков. Нет. Вы нагло лжете народу. Процитируйте. Секундочку. Где Касьянов сказал, что он... Сергей Романович. От теряющего рейтинг Путина власть переходит к элитам, творческим, интеллектуальным, профессиональным. А вы что сказали, что он потребовал ему передать власть? Вы лжете. Вы лжете. От теряющего рейтинга Путина в другом столе. Вы прекрасно это понимаете. Секунду. 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 Отнимаете время. Вы лжете, господин Ручков. Отнимаете время у меня. Я вас жалко, улечу, кач и лжете. Я вас улетел в вашей школе. Отнимаете время у меня. Господин Кургиняна, у вас будет возможность ответить. Жалкий. Так, спасибо. Жалкий, кривляющийся уже. Не надо брать, господин Кургиняна. Вы лжете. Я только сказал, что вы лжете. Как старший человек, вы лжете народу. Не надо лжете народу. Вы обменялись мнениями. Не я же это начал. Это уже вы перешли на хамство. Вы лжете. Вы перешли. Это становится скучно. Люди, типа господина Кургиняна, могут позволить себе сказать, нельзя смешивать норки и ватники. Вы вдумайтесь в эту фразу. Это и есть классовая ненависть. Именно такие призывы и приводят к революциям. Почему люди, которые работают, которые зарабатывают деньги и которые выходят за идею, а не за кусок хлеба, не имеют права любить свою родину и не имеют права на свое гражданское мнение? Спасибо, Ксения. Слово господина Кургиняна. Прошу вас, Александр Иванович. Я сказал, что креативный класс будет гегемоном. Или не я? Вы сказали, что нельзя смешивать норки и ватники. Да или нет? Кто сказал, что есть креативный класс гегемон? Вы говорили, что нельзя смешивать норки и ватники. Да или нет? Можно ответить на мой вопрос? Нет, ответьте я, девушка. Хочу, чтобы вы первой ответили на мой вопрос. Девушка или не девушка, это вопрос... Болит ли у вас голова, это другой вопрос. Я спрашиваю сейчас про класс гегемон. Вы говорили, что у людей в норках свои сливочные интересы. Вы не ответили, не ответили. Кто сказал про класс гегемон? Теперь я спрашиваю. Кто сказал, что какие бы прозрачные и честные выборы не были, нас это не интересует. Это сказал Березовский. Кто сказал, что... Причем здесь Березовский? Я сейчас объясняю. Везжайте в Лондон, господин Кургиня. Не у него спрашивайте. Вы два сапога пара с Березовским. Понятно, понятно. Два провокатора. Вы так можно подстреливайте. Вы здесь, а он там. Замечательно. Березовский провокатор. Вперед. Я не нужен. Вперед, поехали. В Лондон. Немцов, Касьянов, Рыжков. Сказали, что шестую думу следует объявить переходным парламентом. Вместе с Зюгановым, Мироновым, Прохоровым, Явлинским и миллионами людей. Потому что дума, которая сформирована в результате воровства, не может принимать законы для народа. Господин Кургиня, для вас может, а для народа не может. Воровская дума не может принимать законы для народа. Все, все. Все. Это очень хорошо. Акунин сказал, что нужна парламентская республика. А что, он не имеет права на свое мнение? Только вы имеете право. То есть вы начинаете конституционный кризис? Мы начинаем разговор о том, что нужно уходить от самодержавия и от престола наследия, господин Кургиня. Если вы хотите фюрера на всю жизнь, который передает другому фюреру, это ваше право. А мы говорим о праве народа. На власть. Господин Кургинян, я бы хотела задать вам вопрос. Я тоже имею на это право. Нет, сейчас нет, но я с удовольствием выступлю Даня. Да, пожалуйста. Вы осознаете, что говоря с трибуны людям, которые вас слушают о том, что у норковых шуб какие-то свои интересы, а у нас, у народа свои, вы занимаетесь разжиганием классовой ненависти. Той ненависти, которая и привела к революции 17-го года. Вы отдаете себе в этом отчет? Госпожа Собчак, я отвечаю. С того момента, как вы сказали про норковый класс, вы начали разжигать ненависть. Я не говорила про норковый класс. Я не говорила, это ваша речь. Это наша норковая революция. Вот ваша речь, где вы говорите о том, что вадники норку нельзя смешивать. С того момента, как вы сказали про норковый класс и сказали, что это классный демонт, я отвечаю, я отвечаю. Вы говорили, это так же, господин. Я не говорила про передачи. Вы можете хотя бы не на каждом слове, а через вас, господин Кургенец. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Вам говорит человек, не говорила на это. Я вам не отвечу тогда, да? Или как вам сказать? Я это сказал, я это буду повторять. Вы осознаете, что это разжигание классовой ненависти? Я вам говорю, что разжигаете классовую ненависть вы. Но если вы ее разжигаете, то бедные люди имеют право вам ответить. Людям, которые работают, которые являются пассионариями, вы отказываете этим людям в праве любить Родину, в праве выходить и высказывать свое мнение, и в праве требовать честные выборы. Вы отказываете по признаку того, что они являются средним классом. Я вам ответил, я сказал это, и я еще не то скажу. Да это я не сомневаюсь. У одних балсетные враги. Завтра другие сужали в руках. Это я не сомневаюсь. Вот как я на деле усвоил понятие классовый враг. Брэхт. Уважаемый, госпожа, сообщил. Вы знаете, то, о чем вы говорите, это вот очередная такая, к сожалению, мне кажется, обманка. Потому что наша власть, к сожалению, последнее время, все время действует по формальному принципу. Если формально право соблюдено, если формально Путин не пошел на третий срок, а пошел Медведев, если формально произошла рокировка внутри правового поля, то формально вроде как, вроде как, все правильно. Так же и вы говорите сейчас, формально нужно пересчитать. Неформально революционно. Душу вот эту бюллетень. Люди, увидев это, поверили в то, что эти выборы несправедливы и вышли на улицы. Поэтому проверять нужно проверять. Но большинство людей, которые вышли, уже увидели, что эти фальсификации были. И карусель была. И люди, журналисты, специально проводили свои журналистские расследования. Это все было. Можно в диалоге? Сергей Ирманович, я бы вам даже... Сколько тысячи. Сергей Ирманович, я прошу прощения. Вы войдите в диалог со своей командой. Сергей Ирманович, я вам скажу, почему вышли люди. Люди вышли потому, что они согласились с этой вечно журничающей властью сыграть по ее правилам. Она уничтожила все националистические партии. Она уничтожила большую часть либеральных партий. Она зачистила практически полностью политическое поле от нормальной политики. И мы согласились сыграть по ее правилам. Мы согласились сыграть по принципу меньшего зла. Я кривясь от отвращения проголосовал за КПРФ. Я кривясь от отвращения проголосовал за КПРФ. Но это лодика революции. Везде люди выбирают власть, и вы не понимаете, что наши голоса не интересуются даже тогда, когда мы играем по их правилам. Вы бредите, мы выступаем за свободные выборы, это противоположность революции. У вас в газете есть лозунг от честных выборов к свержению сободержавия. Я спрашиваю, мы занимаемся свержением чебодержавия или правдой от честных выборов? Если мы занимаемся свержением сободержавия, давайте, я за. Это у вас в голове вы что-то там свергаете, в вашей голове? Вы бредите, господин Кургиняк. Я не буду говорить, где вы это свергаете. Я ничего не свергаю. Не надо. Можно мы продолжим программу? Можно мы продолжим программу? Сергей, позвольте, я отвечу вам. Секундочку, секундочку. Николай Икальевич, ну одна секунда. Я хочу сказать, я тремя руками за пересчеты голосов за сутки, за все. Но, 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 я за. Это не единственная мера. Но когда они будут пересчитывать? Не, вы не дали мне ответить. Дайте, пожалуйста, извините, ради бога. Но, но послушайте, но вещественные доказательства на наших глазах постоянно ежедневно уничтожают. На днях в городе Владимир, где было два ложных участка, на них никто не голосовал, но проголосовало почему-то 600 человек. Мы приехали посмотреть эти бюллетени. Вы знаете, все сгорело. За одну ночь сгорели два участка, которые были в заброшенном пионерлагере сделаны. Давайте тогда уж быстрее пересчитывать. Да дело не в этом. Эти протоколы, поймите все, они у оппозиционных партий. Спасибо. Они не на участке. Так, давайте продолжим программу. Слышит меня народ. Они у оппозиционных партий. Господин Проханов, что вы думаете? Нет, извините, Сергей Ильич, ваше время истекло. Меня просят задать вопрос. Хорошо, что я думаю, что я думаю. Я бы сейчас вызвал сюда бы отряд конной полиции казаков в Донске и разогнал бы все это. Молодец, молодец, все правильно, все правильно. Но либо отряд конной полиции, либо пересчет оппозиционных протоколов. Так мы пересчитываем. Это называется цирк на гастролях. Мы хотим знать правду. Потому что действительно вот тот митинг, который вы проводили, альтернативный. Я напомню, 24 декабря прошлого года был митинг огромный, более 100 тысяч на проспекте Сахарова. И два как бы альтернативных. Один проводил Жириновский, другой проводил Кургинян. Значит, там было несколько, мягко говоря, меньше людей. Но там были высказаны некоторые тезисы. И вот, в частности, об одном из этих тезисов сегодня господин Кургинян спорил с госпожой Собчак. Я напомню, может, кто не в курсе, речь вот о чем. Кургинян, а это в данном случае важно, выступая на митинге на Воробьевых горах, он избрал такую линию, что те, кто вышел на Болотную в проспект Сахарова, это не народ. И там, кстати, Кургинян даже сжег белую ленточку, символ чистых выборов. И у него возникли все и с ленточкой даже такие оригинальные ассоциации. Креативного класса. Я сейчас процитирую, ассоциации были такие. Вот я вас цитирую, Сергей Иванович. Они повязывают подлые ленточки. Подлые ленточки, отдающие то ли какими-то сексуальными меньшинствами, то ли капитуляцией. Это ж плагиат. Ну, скажи, националисты там были с имперскими ленточками. Ну, капитуляция, видимо, тоже сексуальная, потому что, что беда белая, белый цвет невесты, сексуальная капитуляция. Простите у господина Белковска. Да, значит, но сексуальные ассоциации все с белым цветом, они не принадлежат господину Кургиняну. Да, это плагиат. Они на самом деле, это плагиат. Они принадлежат, ну, может быть, просто так в том же русле работает мысль. Но, в принципе, они принадлежат господину Путину, у которого тоже белые ленточки вызвали сексуальные ассоциации. И, в результате, на мой взгляд, он их публично озвучил. И это, на мой взгляд, на несколько десятков тысяч человек увеличило количество численность митинга на проспекте Сахарова, потому что многие люди сочли себя оскорбленными. Кроме того, там же Сергей Ирландович высказал такое мнение, что вышедшие на митинг западные наймиты. Тоже мысль господина Путина, к сожалению, и господина Путина, и господина Патрушева, и господина Чайки, что вот те более ста тысяч, которые вышли на митинг, сначала туда, потом сюда, скоро снова выйдут. Вот они западные наймиты, и смысл тот, что на деньги Хиллари Клинтон, на деньги Госдепа США, тоже, повторяю, принадлежит эта мысль не господину Кургиняну. Вот у меня вопрос, у меня вопрос в связи с этой конструкцией, у меня вопрос как раз господину Мединскому, потому что здесь в основном революционеры собрались, у нас не революционеры, у нас революционеров нет. А там вот все революционеры, все под красным знаменем, и только, насколько я понимаю, господин Мединский... Я не под красным знаменем, конечно. Да, вы не под красным тоже, но вы тоже революционер, да. А Владимир Ростиславович, он, по-моему, не революционер. Я прав, Владимир Ростиславович? Абсолютно. Я тоже. Значит, у нас с вами получится диалог. У меня к вам такой вопрос. Вот то, что говорил господин Кургиня на площади. Норки, с одной стороны, и с другой стороны, ватники. Ватники это вроде бы как бедный люд. Ватники, они вроде бы хорошие. Почему? Потому что они бедные. Почему они хорошие? Потому что они бедные. Потому что они бедные. Нет. Тут логика такая. И логика эта, по идее, должна, может быть, понравиться нашей власти. Там очень до последнего времени нравилось. Сейчас, по-моему, уже не в такой степени. Логика такая. Они, поскольку бедные, то они бюджетно зависимые. Они не самостоятельные. Поэтому их можно купить. Поэтому за крохи Тех миллиардов, которые льются из нефтяной трубы Их можно подкупить. За кусок колбасы, грубо говоря, можно купить. И они проголосуют как надо. А поскольку их... Нет, что-то шуте. Я цитирую господину Кургиня. Вы не цитируете. Вы прощали это до нуля. Я же не вас цитирую, господину Кургиня. Ничего близко такого не было. Вы ушли от бумажки. Нашли от себя. Секундочку. Нет. Это не от себя. 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 Пожалуйста, пожалуйста. Господин Кургинян, спокойно. Я вас цитирую. Значит, итак. Поэтому они народ. А те, кто, грубо говоря, в норках. То есть независимые люди. Образованные люди. Люди, о которых, кстати, Путин сказал недавно. Если не в норке, то тихо. Что они... Не перебивайте меня, господин Кургинян. Да? Да. Что они выбирают себе политику. Вот эти люди, поскольку их меньше. И на выборах они большинство не гарантируют. То на них можно, грубо говоря, забить. Они неинтересны. На них не нужно делать ставку. Вот у меня к вам вопрос, Владимир Владимирович. Считаете ли вы, что действительно, вот те люди, которые бюджетно-зависимы, которые менее адаптивны, это народ. А те люди, которые выходят на площадь, более активные, более образованные, они не народ. Или вы считаете, что те люди, которые выходят на площадь, в силу своей образованности, они выражают мнение народа в целом. Ваша позиция? Это оскорбление народа. Худе! Да с чего вы взяли? Люди, которые носят плохие... Не надо врать. Не надо врать. Я никого не оскорбляю. Если у вас не норка, значит, вы не образованные. Прошу, господин Кургинян. Я не понял. Я скажу так, что безусловно... Сейчас вам господин Кургинянский объяснит. Да, да, пусть господин Кургинянский... Безусловно, люди на площади Сахарова, начиная там от Рыжкова, Ксении, вы, Александр Андреевич, были на площади Сахарова? Я на площади Сахарова. А вы были? Нет. А вы были? Вы на теле делали ленту? Я не был. Ну хорошо. Я, кстати, тоже не был. Я пошёл в качестве наблюдателя, но меня не было. Я был в Грефской площади, когда там так вот делали. Ну да, вы... Я сказал, что из плачёных организаций каждого, кто туда придёт. Прошу вас. Я глубоко убеждён, что... Он без керам работал. ...что все эти люди, это, безусловно, народ. Равно как народ тех, кто беднее или пока беднее. Мы ведь хотим не чтобы... Мы хотим, чтобы у всех были шубы. Совершенно верно. Правильно. Тогда ещё раз ответите мне. Сомалина. Я даже... На Манежной площади. Желательно был народ или там был ненадолго. И на Манежной площади, Да вы ведь тоже не ватники, по-моему, Сергей Иванович. Господин... И даже... Это последняя прибежище дегодяя. Ну да, что их ватник? Ватник последний. Абсолютно. Абсолютно. И те, кто... Абсолютно. И те, кто с фаерами на Манежной площади, это тоже народ. И их тоже надо слышать. И с ними надо работать со всеми. Правильно. С ними надо разговаривать. С ними надо разговаривать со всеми. Понимаете? Как недовольству нужно прислушиваться. Правильно? Понять почему. И или объяснить им, что ребята, вы неправы, потому... И убедить их. Или пойти им навстречу. Вот только два пути. А самое главное, я бы ответил вот что. Пусть эта власть теперь подумает о бедных, о которых сейчас печется господин Кургинян и наши оппоненты. Вот тот бюджет, который приняла Государственная Дума своим большинством в лице партии Единая Россия чуть не назвал ее иначе. Но мы договорились, что я не буду называть ее так. Так вот, у нас возросли расходы в новом бюджете на 12-14 год. Внимание, дорогие товарищи. С 14 до 19 процентов возросли расходы на оборону. С 11 до 14 процентов возросли на правоохранительные органы. А вот теперь про образование и бедность. На образование они снизились с 5,1 процента, с 5,1 процента до 3,4 процента. А на здравоохранение на 2 процента снизился бюджет. И эти люди пекутся о бедных. А разве это не реализаторы юберальных, в принципе? А на ЖКХ Единая Россия приняла бюджет, который вот эти гнилые трубы, где мы дожираем остатки Советского Союза в этих трубах под нашими домами, они снизили расходы на ЖКХ с 2,1 процента до полупроцента. Все. Хватит лицемерить. Надо, конечно же, чтобы нормальные оппозиционные партии в этих программах были в уме и защитили народ нашей страны. Спасибо. А еще я хочу поблагодарить за смелость господина Кургиняна, потому что впервые на российском телевидении он показал господина Навального. Спасибо. Я еще не то покажу. Я сейчас еще не то покажу. Господин Кургинянов, все и с вашими сексуальными ассоциациями, ваше обещание звучит пугающе. Я мне стыдно с вами стоять. Спасибо. Не стыдитесь. Разве кто-то из присутствующих здесь против первого пункта резолюции, чтобы не сажали невиновных людей по политическим мотивам и по заказам криминальных структур? Разве кто-то из присутствующих здесь людей против того, чтобы разобраться со всеми фальсификаторами и наказать фальсификаторов? Разве кто-то из присутствующих здесь людей против того, чтобы регистрировались партии и проводились честные выборы? Разве кто-то из присутствующих здесь людей против требования борьбы с коррупцией и наказания коррупционеров. Это требование Болотной, и это требование Сахарова. Народ хочет остановить взорвавшуюся, заворовавшуюся власть. Пенсионеры, к вам обращаюсь. Триллион рублей дефицит пенсионного фонда в этом году. Триллион рублей стоимость олимпийских объектов в Сочи. Выросло в три раза. Воровство идет так, что аж за ушами трещит. На пенсии у них денег нет, а на разворовывание на олимпийских объектах у них деньги есть. Вот правда жизни. И последнее, что касается Болотной и Сахарова. Там Норка стояла рядом с Ватником. Еще раз повторю, 44% рабочие и служащие, 12% студенты, 7% офисные служащие. Это весь народ стоял и на Болотной, и на Сахарова. И требования, которые там были приняты, разделяются большинством нашего народа. И если власть не пойдет на диалог со своим народом, кончится как в 17-м, в 91-м и в 93-м. Наша задача здесь присутствующих не революция. Наша задача избежать потрясений и революции. Спасибо. Слово господину Кургиняну. Я выступаю здесь. Благодарен господину Сванит за то, что он сказал, что я действительно выступаю в двух ролях. Я уже выбил людей на митинг протестовать против власти. И ее оборзелого двойника в лице. Рыжкова, Касьянова, которые были во власти, так сказать, жировали так же, как и они, и так далее. А вы как тогда прислуживали, так и сейчас прислуживаете. Но главное не это. Главное не это. Главное не это. Это все ерунда. Это все ерунда. Остановить власть ее оборзелого двойника. То есть это власть или двойника? И власть и двойника сразу. Нет, ну цель-то какая у вас? Цель наша заключается в том, чтобы остановить власть и ее оборзелого двойника. А кто оборзелый двойник? Нет, ее оборзелый двойник это Рыжков, Касьянов, Немцов и другие, которые волокут в распад страны. А вы альтернативный митинг собирали в этот день? Да, да. А мы собирали альтернативный митинг. А можно вопрос? И выдвигали в нем программу СР-2.0. Восстановление советского образа жизни. Восстановление справедливости. Здесь не сойдемся, мы уже разошлись. Это язык вражды. Но есть политический язык. Есть политический язык. И я говорю, первое. Вот давайте вот так разделим две вещи. Это революция. Это я. Да. Это другая революция. Это я. А вот это требование мерзкое. Я вам все отдам, Егор. Вот это отдам. И господину Мединскому отдам. Он же не хочет революции. Мединскому ничего не надо. А теперь я говорю на политическом языке. Первое. Первое я говорю на политическом языке. Надо разделить проблему. Белый цвет сексуальный. Тирания, господин Сванецов. Вы меня ничем не взяли. Вы уже и залгались. Да, да, да. Не важно. Тирания. Только не надо хамства. Это признак слабости. В каждом регионе. В каждом регионе, на каждой территории. Он не связан с властью, господин Муратов. Он связан с оппозиционными партиями. Мы это выполним. А если кто-нибудь будет отказываться, мы будем их пикетировать. Мы стоим на вашем. Я сейчас выступаю от лица тех, кого я вывел на митинг. И они будут от лица 500 человек, которые вы вывели на митинг. Слышите, да, господин Сванецов, вы слышите? У вас нервы играют. Не надо хамить. Объясняю. Теперь смотрите. Как вот здесь, как вот здесь сейчас вся та сторона боится выяснения правды о фальсификациях. Какой звериный страх. У кого звериный страх? Почему? Есть железный метр. Хорошо, хорошо, госпожа Собчак. Такое ощущение, что вы на театральных подвозках вашего театра. Нет, докажите. Причем тут театр? Это судьба России. Задайте вопрос. Господин Муратов. Что? Что? Ну дайте мне бумажку, с которой вы ходите. Вы поддерживаете? Мы пересчитываем бюджетение. Да же вам же уже отвечали, вы забыли. Вот если дальше окажется, что нет, вы революционеры. С пятого поймете? Нет, потому что вы сейчас народу сказали да. Вы народу сказали да. Вы приняли невероятное... Но вы все от имени народа говорите. Я никак не пойму. Что вы народ, что ли? Я никак не обойду. Да вы народ. Вы народу сказали да. И если вы потом отречетесь, ясно, что вам нужна революция. Вы хоть сами понимаете, вы понимаете чудовищный путь. Вы думали об этих самых зипунах, ватниках. В этом их смысл. Понимаете? Теперь давайте дальше насчет того, как вы все время говорите, что Левада-центр нет фальсификации. Нет, вообще ничего не будет. Вопрос задайте. Вы так решили, что вы уже сами запутались в своих мыслях. Скажите мне, пожалуйста, простую вещь. Ну вот что вы от меня отхотели? Объясните мне полностью. Вы согласились на пересчет? Да, конечно, с удовольствием. Да вы 20 раз. Да вы на пересчет. Николай, давай восьмой раз. Что вы наступаете теперь еще? Да, да, да. Это будет большое политическое значение. Ваши такими ноги. У вас закончилась роль. Вот вы знаете, такое ощущение, что плохой актер, когда у него заканчиваются реплики, Вы только начинаете. Он начинает повторять одно и то же. Теперь смотрите, мы живем в эпоху интернета. Мы живем в эпоху интернета и все видим. Вы видели ролик с оппозиции, который идет в американское посольство? Видели его? Это ролик. Так, американское посольство. Вы его видели? Это же ролик по интернету. И что? Все нормально? А что такое? Хорошо. А что такое? Ничего плохого. Ответили. Да, у нас война с Америкой. Я вам объясняю, в чем дело. Мы вроде стратегические партнеры или как? Что все оппозиционные партии сразу же пошли на поклон господину Макфолу. Это что за бред? Приехал новый посоль, который устроил себя прием в посольстве. И что? А теперь я объясняю. Дайте мне, пожалуйста, сейчас доказать номер шесть. Вот это номер шесть. Это Макфол. У вас были вопросы. Господин Курген, вы бредите и несете ахинею. При всем вам уважении. Вы это знаете? Вы это знаете? Какой поклон? Вы о чем говорите? Кто с вами работал? Какой поклон? Дорогой мой, вы бредите. Мой дорогой, вы бредите, а вы занимаетесь национальной изменой. Да что вы говорите? Доказательство. Доказательство. Да. Вы, господин Кургенян, вы параноии. Да. Это национальная измена. Больной на всю голову. Это национальная измена. А можно я скажу? Это подрыв Конституции. Это конституционная рознь. Я в отличие от вас, сибиряк патриот России, а вы параноиик, больной на всю голову. Вы признаете. Представьте. Придятели и парануи. Вам лечиться надо, господин Кургенян. Вот вы кто? Что называете себя? Не программы вести, а лечиться, господин Кургенян. Кто? Можно я вопрос вам задам? Да, пожалуйста. Раз вы не хотите задать вопрос. Господин Кургенян. Врача в студию. Врача в студию, да. Господин Кургенян, моих коллег вы уже назвали двойниками или там кем еще, и они уже власти были. Агентами, предателями. Там к посольству ходили наймиты госдепа. Да, да, да. Нет, вы туда ходили? Я туда не ходила. А, господин Рыжко? Ходил. Ходил. И еще раз пойду. И еще пойдет. Для того, чтобы вы, господин параноик, вот убились об эту трибуну. Да я обязательно. Я не убьюсь об эту туну. Потому что это норма политической жизни, когда политики встречаются с другими политиками. Это норма политической жизни. Только для вас, господин Кургенян, это национальное предательство. Вы параноик, больной на всю голову, господин Кургенян. Можно мне задать вопрос? Народ решит. Это позор. Это ваш позор, который видели все. И ваше великое достояние. Господин Кургенян. Господин Кургенян. ГорES.